О, зону года! Плечи! Плечи, ножки, хлопая! Анимационная программа с играми и конкурсами, несколько фотозон, где можно сделать селфи с символом года, студия Аквагрима, Дед Мороз со Снегурочкой и другие сказочные герои, долгожданная новогодняя елочка-гори. Так развлекали детей и их родителей в воскресенье в ТКЦ Щелковский театр. И, казалось бы, все уже рады и счастливы, но это только начало. Большие и маленькие зрители пришли на премьеру спектакля. Специально к Новому году в Щелковском театре поставили новый сказочный спектакль под названием «Снежный бал». Ну, это такая классическая добрая сказка, она совершенно зимняя, потому что действие происходит в зимней стране, где в сугробах стоят кружки с горячим шоколадом, на деревьях растут оценные печенья, там живет снежная королева. Снег там! Теплый, теплый! Чего? Теплый снег? Да! Да такого не бывает! Бывает, Лешенька, бывает! А еще под каждый Новый год там дают бал. И со всего зимнего королевства на него собираются гости. Девочка Света мечтает оказаться на снежном балу в стране снежной королевы. Ее брат Леша, конечно, не верит, что такое бывает. Но тут в шкафу в их комнате внезапно загорается свет, и ребята попадают в эту самую сказочную страну. А там завистливый министр, который мечтает занять трон королевы. Он похитил волшебные фейерверки, без которых не может быть Нового года и праздника, и свалил все на другого. Дети обещают королеве найти и вернуть волшебные фейерверки и отправляются в путь. Сюжет по-настоящему захватывает зрителей. Они с волнением наблюдают, как Света и Леша преодолевают немало трудностей, прежде чем добудут заветный сундук с фейерверками, чтобы вернуть к снежному балу. Но в итоге злой волшебник оказывается добрым трубочистом, заколдованный снеговик превращается в прекрасного принца. В общем, как в любой сказке, побеждает дружба, любовь, взаимопонимание и взаимовыручка. И заканчивается все хорошо. У нас все каникулы идут, спектакли, включая седьмое число. Каждый день, начиная с третьего числа, у нас по две сказки, даже по три. Так что мы всех приглашаем. Я думаю, что не разочаруются очень красивые декорации, костюмы, музыка. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.